Ну, например, Маяковского. Послушайте, ведь если звезд зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то считает эти плевочки жемчужинами? И надрывается в метелях полудной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует его жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не принесет эту беззвездную муку. А после ходит спокойно и на тревоженную муку, говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего? Не страшно? Да? Послушайте, ведь если звезд зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хотя бы одна звезда? Привет! Я и Бородино могу, и Пушкино могу, и вообще всё, что угодно могу. Письмо Татьяны? Ну, давайте. Сейчас вспомню его. Я вам пишу, чего же больно? Что я могу ещё сказать? Увы, я знаю, в вашей воле меня презрением наказать, но, увы, к моей несчастной доле всё капли... Я хочу, чтобы только слышать ваши речи, вам слово помнить, и потом всё думать, думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Но говорят, вы не люди, в души, в деревне, всё вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам рады, прислодушны. Зачем вы посетили нас, в души забытого селения? Я никогда бы не знала вас, не знала бы горького мучения, души и неопытного волнения. Смирився со временем, как знать? По сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой? Нет. Никому на свете не отдала бы сердце я. То в вышлем суждено совете, то в воле неба. Я твоя. Вся жизнь моя была злобом, всегда не вернула с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом. До гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся. Незримый ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил. В душе твой голос раздавался. Давно? Нет. Это был не сон. Ты чуть вошёл, я в дни познала. Вся помлела, засияла и сразу молвила. Вот он. Не правда ли я тебя слыхала? Ты говорил со мной в тишине. Когда я бедным помогала, или молитвы услаждала посково моим на души. Не ты ли милое видение в прозрачной тишине скользнула? Проникла в тихо подголовье. Не ты ли с отрадой и любовью... Забыла. Не ты ли с отрадой и любовью слова надежды мне шепнула? Быть может, это всё пустое и суждено совсем иное. Ну, так и быть, судьбу свою отныне я тебе обучаю. Перед тобой слёзы льну, твои защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, незримо. Забыла. Забыла. Я жду тебя, чего-то там мои надежды оживи. Или сон тяжёлый перерви. Увы, заслуженному пору. Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне порукаю ваша честь. И смело ей себя вверяю. Я только что вернулась с отдыха. Давно очень не читала эти стихотворения. Прям очень давно. Поэтому уж как вспомнила. Ура! Чат по театральным. Нет, ребят, я уже давно, тысячу лет назад закончила. Кстати. Я недавно получила ещё один диплом. Я теперь психолог с международным документом БУХ. У меня есть красный диплом российского вуза. И теперь есть диплом Нобелевской академии в Швейцарии. Вот, и ещё подаю документы. Я жду, когда приедет мама, привезёт мне мои документы. Подаю их в Аспиранку. Но уже в Московске тоже. Спасибо. Да, я ещё даже его не публиковала. Я думаю, что в июле я какую-нибудь такую сделаю... Как я его повешу в рамочку. Или какую-нибудь, я не знаю, это мне предложили. Вот. Покажу вам диплом. Любит она богатую жизнь. Хлебом не корми. Что? Со мной никак не поговорить. Стих просто классный. Спасибо. У меня машины нет. У меня даже брахнет. И так. Получились. Вот такие вот вальфельки. Морковно-сырные, напоминаю. Ну, и если хотите, могу ещё какое-нибудь стихотворение рассказать. Уже дофига их рассказала. Могу ещё. Где отдыхала? Только что с ребёнком из Геленджика приехали. Ну, там уже всё почти готово. Ну, вот я с Геленджика то, что приехала, да. Мы сначала были в Калининграде с сыном. Буквально прилетели на неделю или на две, перепаковали чемоданы и улетели в Геленджик. Сейчас, возможно, на выходные улетим в Питер, а потом полетим, поедем в Колумбу. А потом возвращаемся в Москву. Ребёнка забирает мама моё, увозит в Сибирь, а я улетаю куда-нибудь в Краснодар. На юге, на нашем? Да, отлично. В принципе, мы в том году с сыном целый месяц ездили по разным городам юга России. И отлично всё было. Нет, я не жила на Суликово-60. Так, ещё какое-нибудь стихотворение. Нет, это не жёсткий гастрольный график. Это приключения, путешествия, которые я так люблю. Если нужно, ещё одна дочка. Ещё чуть-чуть нужно постоять. Я без Тани не была. Обновление, молодец, спасибо. Я тут живу, видел тебя. Ну, здорово. Я, скорее всего, была с двумя детьми. Это же красивый город, да. Кстати, я свой ролик, наверное, выложу тоже. Я не жила в квартире, я жила в отеле. Итак, ещё какое-нибудь стихотворение. Сейчас быстренько вспомню. Думаю, просто какое-нибудь вдохновляющее надо. Мне кажется, у всех сушилки для вещей такие. На юге нет, на юге не было прохладно. Ну, в смысле как? То есть там, конечно, сейчас менее жарко, чем в прошлые годы. Но когда мы приезжали, была просто идеальная погода. Вообще просто. Обещали ливни, дожди, грозы. А в итоге было идеально. Вот. Солнышко, пляж, куча всяких разных экскурсий. Здесь у нас было развлечения, приключения, всё как надо. Вид из окна. Ну, вон вид из окна. Так. Ещё стихотворение. Хорошо. А может, просто встать с другой ноги и вместо кофе взять и выпить соку. И повернуть свои привычные шаги в ту сторону, где будет больше проку. И в этот день проделать всё не так. Поставить от конца к началу числа. И самый неожиданный пустяк наполнить новым и высоким смыслом. И сделать то, чего никто не ждёт. И рассмеяться там, где столько плакал. И чувство безнадёжности пройдёт. И солнце станет там, где дождь капал. Из круга, заведённого судьбой, возьми и выбрай мне на станции безвестной. Ты удивишься. Мир совсем иной. И неожиданнее жизнь неинтереснее. Я живу в Москве. Я живу в Москве. Очень вкусно. Продолжение следует... 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 убегать, поэтому я думаю, что еще какое-нибудь последнее стихотворение, и все. Например, поссорились и дуешься еще. Твой выбор, только мой тебе совет. Когда ты на кого-то держишь зло, представь, что у человека больше нет, что он исчез, и не сможет никогда, как прежде, видеть, чувствовать, дышать, а не убегать больше те слова, которые я так хотела сказать. Будь все равно, кто виноват, уничтожен, станет ссором этот час, прости на ветер в сотни раз подряд. Ну что же, Бонни, не лучше ли сейчас? Главное нам учиться просто жить, жить без желания все равно, начать сначала. А знаешь, чтобы искренне любить так много времени и так ничтожно мало, а не выдержишь, не будешь все еще. Твой выбор, только мой тебе совет. Когда ты на любимом держишь зло, представь, что их на связи больше нет. Вот такое вот стихотворение вам. В общем, мне пора бежать. Мне уже пишут по рабочим вопросам. Сейчас нужно настраивать систему одну. И уже собираться на съемки. У меня сегодня одна будет очень сложная, тяжелая съемка. Нужно много чего собрать, приготовить. Потом бегу сразу на вторую. Сначала для цветов, для шоурунга снимать. Короче, много-много-много дел. За месяц сто тысяч за двушку. Так, положим на зарплату. У меня трешка. Вот. Я прям урвала. Она стоила 130. Я урвала ее за сумочку. Мне повезло. И вот мы тут с сыном живем. Тихий классный домочек. Спасибо. Так. Ну все. Пока-пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...